Добрый вечер, шановные господарства! Серада 8-го Красавика, на газинниках 21-е, с вами Витал Цивчик. Запрашаю на головное выдание новинов у нашей краине. Коронавирус. Колькость хворых у Беларуси официально перевалила за тысячу. Никаких мазков, ни анализов, ничего никто не брал. Ничего. Привезли, непонятно откуда. Ковид-19 у свете. Неде карантин послабляюсь, а неде узмасняюсь. Мы везем на могилке до 40 человек что дня. Гимпорт автомобилей прекратился. Тенадышоу – золотый час для Джили. Это госпредприятие, которое будет стараться, хоть не хочет, даже воспользоваться этой ситуацией. 1066 выпадков коронавируса зафиксовали у Беларуси по стане на сегодняшнюю ранницу. За день 205 новых заражений. В Докшинском районе с насильством 20 тысяч человек зафиксовали 85 выпадков пневмонии. Есть в районе и подтвержденные выпадки COVID-19. Наши журналисты справедливы. Те, с оправдой, ситуация вышла с подконтролю. Ирина Дорофийчук. Был дитячий оздоровленный лагерь, стал изолятор. Дитячий садок, який местился под одним дахом, имел особный выход, зачинили. А працанников отправили у отпочинок за свой кошт. Минавито сюда увез кови-туниче привозят людей, які контактовали с хворыми на COVID-19 в Докшинском районе. Ничего не ведают и люди, яких сюда привезли. Паводля их санстанция загадала собраться тягом годины. Еще больше за годину их возили у непростосованной доизоляции машине. Никаких мазков, ни анализов, ничего никто не брал. Ничего. Привезли непонятно куда. Представители власти сказали, власть убежала. Опять-таки документов никаких не предоставили. Паводля представников у Докшинской санстанции усе привезены контакты першого узровню. Тобок хворые на коронавирусную инфекцию есть у их семьях. Мы их изолируем сюда. Здесь созданы все условия. Здесь есть медицинский работник, весь персонал, питание будет организовано. На это имеются все документы. Просто с собой мы в экипировке соответственной. Документы никакие мы не возим. Паводля представницы санстанции праца тревая уже не первый день. И про изоляцию людей попередили еще вчера. Минавито ставлене до их медичных службов наибольша бурила привезенных. Психологически такую травму нанесли детенку. Он два часа сидел дома и плакал. Все сотрудники дали интервью только вам. В машине все были не мы. Медики отзначают, что контролеванная изоляция потенциально инфекционных продолжится 7 дней. И аж 4 день будет ревать изоляция поводля места жихарства. Жихар и Витуничау новым суседям не рады, бо боятся заразиться. Зачем? Пожалуйста, лечите. Лечите от чего угодно. У меня тоже здесь дети. У меня мама, семья. Я сам жить хочу. Сколько хворых на COVID-19 у докшицах не вядома. Ситуацию не коментуют ни представники больницы, ни райвы конкаму. Мало информации и у местовых жихаров. Вспышка есть заболеваемость? Ну что, прямо уже на каждом кругу не подтверждено. Должны же быть какие-то анализы не подтверждаться. Говорят, что в больнице болеют. А как на самом деле, никто не знает. Ну, вот понимание. Семь человек за последнюю неделю в больнице положили. Але у аптыцы есть и антисептик, и маски. Сегодня получили четырехслойное. Чего не скажешь про Витебск, где масок, пальчаток и костюмов нема навод для медиков у больницах. Волонтеры с Витебску под опамогу ездили у Менск, где по аголовых складах сбирали потребные речи. В лечебные учреждения мы поставили бахилы, халаты, вот такие медицинские шапочки, перчатки, респираторы, очки. В настоящее время в Витебске организован еще пошив таких защитных комбинезонов для врачей, которые будут они облачаться с ног до головы. Менске Гарвыконкам затвердил план профилактики хворобов. Теперь у столицы нельхала деть массовые импрезы. Дети могут не наведывать садки до школы, а у громадским транспорте и подъездах жилых домов будет проводиться обовязковая дезинфекция. Федерация профсоюза у Беларуси у свою чергу створила фонд допомоги медикам, які захвореют на ковид-19. Ирина Дорофейчук, Белсад. Полтора миллиона. До такого лику наближается колькость выпадков заражения ковид-19 у свете. Смиротность у некоторых краинах бьет рекорды. У штатах учора померли амаль 2000 хворых. У Франции 1417. У Великой Британии 786 человек. Больше информации про пандемию у свете расповядзе Александр Папко. Миллион 300 тысяч зараженных и амаль 80 тысяч померлых. Такие звездки про глобальную эпидемию ковид-19 опубликовала Сусьветная Организация Здоровья. Боль за усе инфикованных 400 тысяч, а усе не наличивается у США. Кожный третий хворый живе у Нью-Йорку. Колькость померлых у штатах уже перевысила 12 тысяч человек. Насоу, кашалик, кашулька и у сего две гумки для волосов. Як за некольки секундов зарабить надейную маску для твару, у ролика на Ютубе американцам расплумачил уголовный хирург армии США генерал Джером Эдамс. Тысяча людей у саморобных и набытых у аптеках масках пашыхтавали селя выборчих участков в штате Висконсин. Мясцовые улады не смогли домовец и пиранести выборы на лето. Явка подчас эпидемии обацае быть рекордно низкой. Выборы треба было пиранести. У гэтам нема никаких сумневов. Коли у США эпидемия еще наближается до своего пику, то у Испании и до Италии колькасть хворых стабилизуется, а леосьмяротность по ранейшему высокая. У Испании тягом сотню померли 743 человеки. Вось так, у присутности только самых близких людей хавают тях вяру коронавируса у Мадриде. У наигоршие часы у нас было до 15 похований за день. Теперь же мы везем на могилки до 40 человек что дня. Усяго у Испании больше за 80 тысяч хворых, а колька сечунялых наближается до 50 тысяч. Также хары савильи сустракают хвору, якая со шпиталю вернулась до дому. До дому, але з усим не с радостной весткой вертается флагман французского флоту – авианосец Шарль де Голь. У некольких человек з яго амаль 2000-го экипажу – симптомы коронавируса. Тым часом полиция Парижу зарабила карантин больше жорстким. Парижанам дозволено займаться спортом на улице только с 10-й ранницы до 7-й вечера. А улады Чехии уже распрацовывают план знятия карантину. Завтра открываются ремонтные майстерни, дыспортовые крамы, обудковые и крамы канцелярских товаров запрацуют на наступном тыдне. Самым серьезным экономичным кризисом с часу другой сусветной назвала пандемию Международная организация працы. Теперь во всем свете 45 работников живут в Украине, где увидены полный об участковый карантин. Сгодно с МАП, с красавика до червня без працы во всем свете застанутся 195 миллионов человек. Александр Папко, Белсад. Хотел спалить сухую траву, а спалил целую вёску. Поселища Нарчы у Шчужинском районе Горазенщины. А мальцалкам згарела. С 27 домов 20 поглынуло полымя. На счастье, обошлось без людских ахвяров. Постоянно жилые были только две хаты. Решта выкаристовывалась горожанами, как лесящи, а не которые были просто закинутые. Старый человек, 70 лет, больной. И, ну, вот поджёг. Хотел порядки навести, наверное, себе во дворе. Наверное, сил не было покосить. Или не сил, или не хотелось. Не знаю. Ну, то есть вот так как бы. Просто поджёг траву и... Ну, он думал, что всё, обойдётся у него. Обойдётся. И, видимо, она и потухла немного. Он не заметил. Пошёл домой. Следствие фотографуюсь по Пялишче, доберусь тлумаченню не шматликих мясовых жахаров. Пожарники ж другий день запор гасясь недогорелую территорию. Межтым за минулые осодыни у Беларуси наличили 50 лесных пожаров. Сёння. Некольки сотень пожарников при допомозе авиации МНС змагалися с огнём у Лельчицким дычачерским районах Гомельщины. Агольную площадь – больше за 300 гектаров. Министерство лесной господарки попередживает, что при сухим надворье огонь загорается от наименьшей гискры. Ведомство увяло обмежаванне дызаборону на наведывание лесов у 20 районах напоудни краины. Максимальный штраф за порушение забороны – 675 рублёв. Протягиваются пожары и в суседней Украине. Там, с 4-го красавика, гора с лясы у Чарнобыльской зоне. Огонь охапил больше за 100 гектаров. Думаю, что всё началось так само. Праспадпал травы. Экологи бьют тревогу. Прасзагорание. Узровень радиации у атмосферы превышает норму приблизно в 16 разов. Есть скептские новины. У центра пожара радиация, высшая за норму. Показники прилады складают 2,3, при норме – 14 сотых. Але такая ситуация только у осяродку загорания. На месте пожара теперь працуюсь колесо от нератовальников. Так само самолёты и вертолёт. Чарнобыльская зона отчужения займает 2600 квадратных километров. И была створанная пасля катастрофы на Чарнобыльской АЭС у красавику 1986 года. Продаж новых аутов за опошние три месяцы вырос у разы. Про это свечет статистика, опубликованная Белорусской автомобильной ассоциацией. Але зараз ситуация каренна изменяется. Чому так отбывается и что будет далей за автомобильным рынком, высветляла Наста Каханович. Пустые залы и отсутность клиентов. Автомобильный рынок теперь переживает не наилепший час. Але еще у Саковику продажи новых машин убили рекорды. В начале этого года перед усимом Саковику продажи новых автомобилей у всех марок значно взросли. На первых местах Лада, Рено и Джили. Опошних продали селита на тысячу больше, чем ся за такие самые перые атлетось. У Саковику белорусский рубиль девальвовался до доллара на 16,5%, до евро на 18%. Традицинно подчас скачка курсу рубля у Беларуси назирают рост продажа автомобилей и побытовой техники, кажутся отмысловцы. Этот скачок, он определил будущее наших продаж, которое будет очевидно падающим, потому что спрос, в общем-то, был удовлетворен на ближайшие несколько месяцев. Джили Атлас – самая популярная машина у Саковику. Шматрические банки пропоновывают досюль выгодные кредиты на покупку ауто у белорусско-китайского концерна. Многие автодилеры распродали свои склады практически в большей степени в конце марта. И сегодня стоят отгрузки, нет поставок машин ни с востока, ни с запада. Возможно, они возобновятся в апреле, но пока непонятны сроки. А завод Джили работает. Усу вези со скачком курсу, кошты на Джили поднялся, бо ауто запчастки привозят к Китаю. Уже с перших а красавика, кошты на их повеличився на 6%. А на фоне прогнозованных опадения попыту на замежные ауто, Джили теперь у наилепшим становища. Это госпредприятие, которое будет стараться, хоть не хоть, даже воспользоваться этой ситуацией, чтобы заполнить рынок как можно шире. Вот это сейчас наступил день Джили. Ситуация с коронавирусом у Китая стабилизуется, и поставки комплектовальных на Белджи узнавились. А лишь покупницкая сдольность насельництва снизилась, и неясно, идти протягнуть, расти продажи ауто у Айчинного сбору. На рынку уживанных автомобилей моцного ажиотажа у опошней месяца не было. Теперь тут, как и в дилерских центрах, тишиня. Выпадковые покупники не связывают своего наведывания за экономичную ситуацию. Что до смены кошту, то тут меркование разошлись. Нет, такие же самые цены, все как было, только качество машины. Одна гнилая, вторая поломана, третья нормальная. Вот выбираю, хожу. Не очень стильный, не мешк, когда есть. Ну, там, сколько там, по рублям, 200-30 долларов, вот так, разница есть. Рынок уживанных автомобилей у немоцно адреховал на курс доллара, бо… Там все продают фактически за те деньги, которые белорусы всегда считали, наверное, главными, то есть за доллары. Поэтому, естественно, в перепересчетах, если есть скидка, она очень небольшая. Ситуация на автомобильном рынке неполна, означают эксперты. Поставки аутов праспандемию припынены и, калі, адновятся, невядома. Настя Каханович, Белсат. Пік коронавируса мы пройшли еще в минулым месяцы. Хворых у нас мизер, лавинопадобного приросту зараженняв нема. А карантин непотребный, так каже Александр Лукашенко и полтора из белорусска державной медии. А лежи хары краины чамусь ци не особливо верать и начинают шукать правду в гиншых краиницах информации. Про тое, дзе я знаходяць, Вольга Старастіна. Выспы, спакую и счастье выглядай Беларусь подчас пандемии коронавируса. Здесь нет вирусов никаких. Вот ты же не заметила, что они летают? И я тоже не вижу. Неужу допомагают парады керунека Беларуси. Выпить горелки, сесть на трактор, попариться, улазнить и поговорить с молоденькой козачкой. Трактор вылечить всех. Алена Вошта-Тады Лукашенко наважився стать санитаром. Пойдем лечить людей. Я могу держать, носить, поднимать кого-то. Шмат хтос же хоров у разгубленности. Веры державным медием ци не. Статистика, которая дается официальным телевидением, как-то, мне кажется, несколько сглажена. Если вот с этим коронавирусом правду говорить, то люди могут с ума подсходить просто-напросто. Как обычно у нас. Все лживо, все у нас. Все поставлено, как говорится, с ног на голову. И хоть на державных каналах показывают идеальное житие у Беларуси, чему с тем клево повеличивается, сколько сгледат шоу незалежного телеканалу «Делсад». Если брать телевидение, то вы у нас единственный канал, который альтернативную точку зрения может осветить. Люди сейчас очень хотят читать актуальную информацию, все паникуют. И поэтому очень хочется, чтобы вы продолжали в том же духе. Уважаю и гляджу Йошеменя Белсад на спутниках Талибачени. Большое дякую вам за ваши передачи. Усю больш людей глядять Белсад Просподорожник у живой трансляции на Ютьюбе, а так само читают новины на нашем портале. Статистики, конечно, нас ураживают. Когда еще месяц тому за день сайт, наверное, было 50 тысяч человек, то сейчас это больше 200 тысяч. Читают, наверное, усю, что связано с коронавирусом, любую информацию, но большего ей надается человеческим историям. Кто-то пробовал сдать тест на коронавирус и не смог. Что на самом деле происходит в белорусских лекарнях? Аудитория и глядача у Ютьюб-каналу Белсад Ньюз Саковика повеличилась на четверть, а прирост подписчиков на усе 100%. Повеличились прогляды новиновых программ. Новины по-белорусскому и без цензуры. Ток-шоу. Это погроза всесветная, и Беларусь тут не выключение. И сатиры на тему коронавируса. Есть такие чуваки, которые протягивают гонять в хоккей, в футбол. Только йодом мажут. Сеточку йодом на животе. А ли не только белорусы шукают информацию без цензуры. Российскомовные новины вот так глядят, как показывают статистики, сотни тысяч жигаров Украины, России, Казахстану и других постсоветских краянов. На Ютьюб-канале вот так уже 200 тысяч подписчиков. Только за последний месяц, где его долучилися, 30 тысяч глядачов. Аномально высокий опыт и на Ютьюб-канале вот так прирост проглядов, и подписчиков повеличился у два с половиной рази. Только за сековик, когда 20 видео Белсата выбралися у тренда Ютьюба. Амаль, каждое видание объектива набирает больше за 100 тысяч проглядов. У некоторых моментах одночасовая количество наших видео у трендах белорусского Ютьюба сегала шести. Усёга досвечать про то, что Белсат рубится галонным информационным гэдлайнером Беларуси, який активно завоевывает и медиапрастору соседних краянов. А усё с вашей допомогой наши глядачи. Дзякуй вам за довер. Вольга Старостина, Белсат. У Беларуси протягиваются спортовые спаборництвы. Сёння проходясь або два пауфиналы Кубка Беларуси по футболе. На выходных чакаются матчы третьего туру чемпионату. Не спыняются и гиншые сустречи. Не только у дорослых. Наш спортовый оглядальник Александр Путила наведал дзятшую тренировку по бадминтоне в школе Олимпийского резерву. Сказать про то, что коронавирусная небезпека тут выкликала кризис, не выпадая. По воде тренера Лодислава Расчупкина, наполняленность дзятших группов у Беларусской федерации бадминтона за пошлий месяц потерпела не надто. Тренировочный процесс идёт. Процентов всего лишь 30 детей уехали на удалённые, просто уехали из Минска. Ну, не больше. Первыми детки перестали ходить, у кого пожилые бабушки, дедушки дома. Великолепная девочка у нас была. У неё бабушке 95 лет одной, вторую 85. Она не то, что на бадминтоне, она просто дома сидит. Два года занимается в этой школе Весна Урбановская. Ей наибатьки несколько годов тому переехали из Москвы в Минск и знайшли для одной из четырех дочок аккурат тое, что её и пасуя. Хотела бы Олимпиаду выиграть. Весна стесняется, она уже объездила пол Европы за два года. Много выигрываю. Открыла для себя и для нас этот вид спорта. Это единоборство, которое может себе позволить каждый. Это быстрый ум, решение, скорость. Ну, это шахматы. Бадминтон не потребует близко к контакту, а валанчики, до яких хлопцы и девчаты докранаются, вельми часто изменяются. Их периодично опрацовывают антисептиком, а угольно отдают новые. Бадминтон замоцовывает иммунитет, а для тех, кто пришёл из других видов спорта, он рекомендован в якости сродку обновления рекреации. Таисия Ядрышчанская 11 годов занималась мастацкой гимнастикой, а лет раумовавшуюся уже три месяцы, як у бадминтоне. Я пришла, у меня сразу загорелся глаз, и я увидела, как другие тренируются, и сразу поняла, что я буду стараться, чтобы догнать. Всего я тренируюсь три месяца, но я думаю, что я уже довольно хорошо играю, играю с детьми, которые занимаются 3-4 года. Не глядяши на небеспеку коронавирусу, тренировальный процесс идёт полную ходою. На тренировках мы сейчас не спаррингуемся. Мы сейчас больше у нас физическая подготовка, чем игры. Родители не запрещают этим заниматься, потому что если тебе нравится, то тогда иди и занимайся. Если не нравится, то тогда нет. Переживают, но всё-таки понимают то, что если нет тренировки, то тогда не будет результатов. А так с каждым днём прибавляются результаты. Тренировальный день тут распочинается с годиной працы на открытом поветре суседнего стадиону от 7-й 45 ранец и ведется у трех группах, тягом у сего дня. Зменять нечто зуликом цеперешней эпидемиологичной ситуации поколь не плановится. Александр Путила, Белсад. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова